Итак, как нам стало известно из телефонного разговора, Леонард Вульф есть никто иной, как отец Клауди. И похоже, что их точки зрения в плане оккультизма не особо-то и совпадают. Ну а нам, тем временем, нужно в конец коридора на втором этаже этой психбольницы. Именно там нам сказал Леонард искать его. Итак, давайте глянем карту. И как можем видеть, на втором этаже в конце коридора ничего нет. Хм. Ну давайте все-таки сходим и проверим. Черт, ахи вздохи теперь повсюду. Ну хоть здесь я со всеми уже расквитался. И что же у нас тут в конце коридора? Хм. Дверь. Какого черта? Раньше этой двери здесь не было. М с затертым номером. Очень странный переход. Похоже на какие-то вентиляционные шахты. У меня нет карт этого места, неудивительно. И вообще непонятно, реально ли это место вообще. Ну черт, похоже за нами отсекает путь. Так, куда нам бежать? Тупик. Какой-то ржавый бесконечный коридор. Тупик. Эй, ребята. Так, здесь нельзя, туда нельзя, там тупик. Так, отсюда я пришел. Хм. Ага. Тупик. Дверь. Тупик. Да сколько ж можно-то! Тупик. 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 Это у нас, похоже, печать Метатрона Это изображение, оно не побуждает головной боли, когда я смотрю на него Но я знаю его, наверное, это... Все еще необычно сильный жар Глаза не открываются, ищу пульс Но еле дышит Почему? Что удерживает этого ребенка в живых? Что за черт, у меня было видение? Нет, это было больше похоже на просмотр видео в темной комнате Но та медсестра, я знаю ее Лиза, которая была для меня настоящим ангелом в палате того адского госпиталя Хотя и она стала немного странной Похоже, к нам постепенно возвращаются воспоминания о лесе Мы только что видели Лизу Гарланд Гарри Мэйсон однажды просматривал видео с ее участием И это как раз был его отрывок Что за странное сердцебиение? Валтиэль Крутит вентиль Здесь у нас губы И... Что-то написано Вэт... Вэт Вандафул Прекрасно Это прекрасно? Да уж, это прекрасно Валтиэль, остановись Возможно, вы уже могли заметить, что вращение различных вентилей Здесь ознаменовывает переход в иной мир Плоть и овальное отверстие Что бы это могло напоминать? Здесь у нас тело медсестры Привязанное к решетке И разработчики официально подтвердили, что это тело Лизы Гарланд Так, возможно, нам нужно что-то съесть Ладно, выпьем две бутылочки спирта Черт, он меня ударил Кто-то утащил тело медсестры Так, куда мы вообще попали? Мы попали на третий этаж Госпитале Брукхэвен Только теперь он выглядит как Черт, адский госпиталь Брукхэвен Да отстаньте вы от меня, блин Не пройти, не проехать Понабежали Я же вам там мясо положил Идите же, видите Видите лица Где тут дверь? Где здесь что вообще? Я ни черта не понимаю Просто мясо круглое Небольшая передышка Какая-то шкура И опять этот знак Палата С-03 Чья-то рука Я взяла пули для пистолета За окном рука Ну так вот спокойно Просто за окном чья-то рука Ничего странного Здесь это в порядке вещей Так, а нам еще осталось проверить С-4 Давайте еще Немножко леска положу Тяжело разобрать здесь двери вообще Но она явно где-то есть А, вот Я ее проверил все-таки Что ты там творишь у меня между ног? Черт, возвращенец Я сомневаюсь, что мне нужно проверять Что это? Я предпочитаю избегать Прикосновений к таким вещам Если могу так Да, я еще умудряюсь Здесь что-то чертать Мне нужно бежать, а не чертать Кто-то сливает кровь И это похоже на один из ритуалов культа С потолка свисает мертвое тело Капающая с него кровь до краев Наполнила стоящее под ним ведро Кто мог сделать это и для чего? Это похоже на полный спуск крови Ведро, переполненное кровью Что самое интересное Что фанаты копались в текстурах И нашли нечто общее Между вот этим телом И моделькой Джеймса Сандерленда Из второй части Сайлент Хилла Ну, наверное, некоторые считают Что он заслуживает такого наказания Экзамен Грум Сюда нам еще придется вернуться Сейчас нам нужно Дневную комнату Какой-то смрад поднимается Из этой дыры Что это? Тут повсюду этот жуткий тяжелый запах Возможно, это какая-то вентиляция Да что ж такое-то Дайте хоть немножко передохнуть Может, пристрелить кого-то для разнообразия Давайте кого-то пристрелим У нас есть автомат Дальше сюда, тварь Сестра с пистолетом Патроны кончаются Очень быстро С колбасу застроили Как на рок-концерте Да, и конечно же, они встали Из этого автомата Чтобы в кого-то попасть Это целая история А, так у меня уже и патроны кончились Вот так вот быстро кончились Патроны автоматы Вот я войну поднимал Так, я что-то не поставил, что ли? Вот это звуковое сопровождение, мать вашу Да что ж такое Ну попасть не Ой, какие же вы противные Еще какие-то кровавые Похоже, более прочные, что ли Да, вот эти толчки Они, по-моему, много не снимают Они реально раздражают Дай ей эту тварь Вставай Ну крест не появляется Это радует Возможно, стоит поставить катану Хотя постепенно он не снимает Жизнь, сволочь Не знаю, смогу ли я попасть на катану А вот это уже плохо Да, блин, да это невозможно На сложности Хардс Питва с монстрами Тут просто Раносильно самоубийствует Трати патронов Которые нужно бы сохранить на боссов Попробуем поставлять еще с пистолет Что, неужели все? Похоже, что все Ой, жесть Да, что мы имеем Да, 108 патронов для пистолета 7 для дробовика Хреново дела Но зато стало спокойно здесь Отражение в зеркале Что-то с ним не то... О, черт Мать твою Что со мной происходит В отражении Ходим нахер отсюда Дверь не открывается Я даже не могу Ее с места сдвинуть Эй! Бежим нахер отсюда Сейчас умрешь Дура Жри аптечку Обычно жрать надо Да, Хизер Это похоже все Твои суверия По поводу зеркал Так здесь работают Так, дверь мы Открыли Только вот Туда нам пока рановато Так, похоже, что Остается только лифт Так, я думаю Стоит все-таки Экипировать здесь бронежилет И мне вот интересно Глушитель снижает ли Мощность моего пистолета Давайте-ка его Все-таки уберем Ничего себе У нас появилось тут Аж три подвальных уровня Ладно, давайте пока Съездим на второй Нравится мне Как здесь сделаны лифты Так Неужели здесь никого нет? Или кто-то все-таки есть? Плач ребенка Что, черт возьми Происходит в этой комнате? Там, похоже, происходит Нечто нецензурное На самом деле Похоже, на другой стороне Стекла что-то есть Напоминает человека Но эта дымка Не дает сказать точно И эта дымка На самом деле Неспроста Отсюда плохо видно Но там висит мисс сестра Вверх ногами С раздвинутыми ногами А между ног у нее Валтиэль Крутит своей головой Может с этой стороны Будет виднее Вот с этой стороны Более виднее, кстати Видите, Валтиэль И что-то он там с ней делает Мда Такая вот жесть тут происходит Что это? Телефон? 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number Seven. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. Happy birthday to you. But you're wrong. It's not my birthday. Похоже, еще один тайный воздыхатель. 24 года. На самом деле, несложно догадаться, откуда берутся все эти... ...года и дни рождения. Если учесть, что Хизер это у нас 3 в 1. Сама Хизер, Шерил и Олеса. И если по-разному складывать их возраста, то и будет получаться и 24, и 31, и даже 38. Так. Внутри больше ничего нет. О, чёрт. Кажется, кто-то проснулся. Что у нас тут? Хм. Эти две фотографии очень сильно похожи на... Как будто бы на Гарри Мэйсона. А снизу как будто бы на Шерил. Или мне уже мерещится? Я взял пластиковый пакет. И лечебный напиток. В мусоре нет ничего важного. Нет смысла тут копаться. Нет, ты что за хрень? Опять Валтель? Ты что меня преследуешь? На самом деле, чем больше я смотрю на это, тем более жалким оно кажется. Как запертый ребёнок без шансов выбраться. О, Валтель запертый в кошмаре. Очень иронично. Чья-то роба прибитая ножницами. На стене висит заляпанная кровью роба. Это что-то означает? Тут ещё пакетик тут. Здесь бумажная сумка, внутри ничего кроме мусора. Какую хрену здесь поставили. Так, что у нас по карте? Так, есть ещё две двери, которые я не проверил. Да, надо было сначала проверить другие двери, пока здесь не было этих чертей. Причём эти черти очень сильно похожи на монстров и сталкера. Кто играл, тот поймёт. Да чтоб тебе подстрелило меня. Ничего себе. Да дайте мне хоть встать-то, а. Бля, какие же я снизили монстры. Не сравнится, конечно, с той частью, где можно было вообще без проблем ото всех убежать. Да, просто спину. Нахрен эти двери, пора бежать на лифт. Валим отсюда. Здесь, кстати, можно упасть. Где в этом кровавом месиве тут дверь? Так, парень, ты не против, если я одолжу у тебя немножко крови? Совершенно обычный прозрачный пластиковый пакетик. Он из мусорной корзины в раздевалке. Пластиковый пакет с кровью. Так, сейчас убегаем и сразу на дело. Здесь вроде никто не появился. Это радует. Подвальные этажи Б1 и Б2 не работают. Так, по-моему, на первый этаж нам в последнюю очередь, а перед этим надо съездить в подвал на Б3. Да, глубоковато. Похоже на морг. Или крематорий, судя по этой печке. И это у нас очередная мозговыносящая подсказка. Сожги того, кто смерти не знает. Чистый, обожаем теми, кто в небесах. Не знают молитв, лишь простая любовь в глазах. А теперь страждущего охотника желает его возрождения пламя. Где-то в земле, в глубине дыхания. Сожги его тяжелое тело, то бездонное брюхо, теперь легкий ветер. Невесомое облако, танцующее в небе. Сладкая кровь на изогнутых в улыбке губах теперь призывает его к адским вратам. Там воздушная скорлупа сгорит навсегда. Четыре тела возвратятся в прах. Так откроется дверь. Так откроется дверь. Ну, в общем, у нас опять кодовый замок из четырех цифр. Теперь уж барабанный. И здесь описание тех, кого нужно сжечь. Все тела пронумерованы. А какие-то даже отсутствуют. Кстати, тот самый поздравитель по телефону нам сказал, что Стэнли это номер семь. Что? Хизер? Он сказал Хизер? Тут памятка. Посмотрим. Он хочет получить еще душу для своих темных целей. Пугает ее своими шутками. Шепчет песни любви ей на ухо. У него есть то, чего хочет жесткая коноплянка. Да, это описание очень похоже на повадки Стэнли. Траву дрозд есть очень любил. С ней мог он испытывать сладкое счастье, но с нею он глубже и глубже тонул и захлебнулся в трясине отчаяния. Дрозд, который любит траву. Что за траву? Возможно, это ассоциация с наркотиками? Петух Робин кем был убит? Воробей? Сказали нам. Всех их хочет он убить. Страдание ему на душу бальзам. Спрятавший ключ Робин петух теперь лишь пепел в печи. Свободен отныне навек его дух, но Крепок все так же замок на двери. Похоже, его уже сожгли. Черный Грач молитвы возносит усердно. Он слышит богов в небесах. Предписанием свыше он следует верно. Лишь дымка в его остекленевших глазах. Черный Грач. у крапивника сердце чисто и всех он добрее. Шлепая губами у нас он смех вызывает, но мы все же знаем, никогда он не постареет. Он же не знает, сколь многого ему не хватает. Да, здесь на самом деле стихи, но переводчики как-то похоже не старались, не смогли сохранить рифму. Тем более, это еще и неофициальный перевод, а фанатский. Официального перевода никогда и не было. Ребенок жаворонкой лишился слов, ото всех себя отгородил стеной. Уста и сердце все на засов. В клетку, где никто не захочет остаться. И еще у нас тут три тела. А потом нужно будет догадаться, о ком идет речь на той крышке. Задыхается сокол, горячий безумен. Оковы ласкают и терзают вновь и вновь. Стал он истинно диким, когда уже умер. Молочно-белой стала красная кровь. Номер шесть. Голубь выбрал свой путь, его надежда мертва. Когда-то сильные крылья ныне слабы. Промокшие алым, они неподвижны, щеки его холодны и бледны. Небо давным-давно филин забыл. Спустился на землю, навеки он здесь. Голодный ли он или сыт? Он ест, он ест и он ест. Это у нас номер два. Ну что ж, давайте вернемся к нашему основному тексту и разгадаем, о каких именно птицах здесь у нас идет речь. Сожги того, кто смерти не знает. И это у нас цифра девять. Потому что мы знаем, что он никогда не постареет. Соответственно, как бы он не умрет. Следующая птица у нас охотник где-то в земле. И под это описание больше всего подходит цифра два. Это у нас филин. Филин у нас охотник. И небо давным-давно забыл. Спустился на землю, навеки он здесь. Третья цифра наверное самая сложная. Нужно сжечь какое-то тяжелое тело. Бездонное брюхо. И под это описание тяжело понять кто подходит. Но на самом деле ты опять что-то бормочешь тут. на самом деле это цифра семь. Наш несчастный Стэнли. И догадаться до этого на самом деле очень сложно. И проще зная другие три подобрать эту цифру вообще подбором. Почему коноплянка? Как я позже прочитал коноплянка на самом деле та еще обжора. И эта птица может съесть в несколько раз больше чем весит сама. из последней цифры все достаточно просто. Сладкая кровь на изогнутых в улыбке губах теперь призывает его к адским вратам. Больше всего это подходит к цифре 1 так как это убийца воробей. В итоге у нас получается пароль 9 2 7 1 Замок открыт. Я взяла кремированный ключ. Хм. Я нашла его в каком-то крематории в подвале. Обгорел до черноты, но выглядит пригодным к использованию. Похоже этот ключ выпал с кремированного тела под номером 4. и опять цифра 4. Несчастливое число у японцев. Хм. Даже здесь это чертово инвалидное кресло. Очередные негативные воспоминания о прошлом малесы. Так. Здесь у нас похоже опять творится ад. Ох. Так. Насколько я помню здесь по-моему открыто всего несколько дверей. это рецепшн и по-моему еще то ли сторрум то ли экзаменейшн рум. Ох. Будет тяжко все здесь обследовать. Да. Блин. Чертяка. Прямо из-за угла вылез. На. Покушай. Что у нас на здоровье? Припасы накончаются. Черт возьми. Так. Нашли открывающейся дверь и что у нас здесь? Так. Не понял. Что совсем ничего? Да. Да. Как-то очень грустно. Это у нас рецепшн. Ладно попробуем исследовать другие двери. А здесь у нас сейф. Давайте уж сохранимся. Давно мы этого не делали. Палата для осмотров. что, ничего? Тут прикреплена памятка доктор Миткиф. Пожалуйста, будьте особо осторожны с пациентом из 312-й палаты. Здесь в госпитале у него есть права на свободные религиозные воззрения, но он не должен навязывать свои верования другим. Я тоже жертва. Есть слух, что он попал сюда после того, как заколол кого-то во время религиозного спора. Пожалуйста, будьте осторожны. Р. Кросби Пиэс, похоже, что слухи верны, если верить главной медсестре. Хотя я думаю, что он хороший человек, с которым легко иметь дело. Похоже, это информация о Ленарде Вульфе. Теперь понятно, как он загремел в психбольницу. Похоже, он зарезал одного из культистов в своей церкви. Здесь на кровати куча грязных шприцов. Я их не собираюсь использовать, это точно. Так, ладно, хоть ампулу дали, и на том спасибо. Так, напротив у нас комната свиданий. Ну, ладно, теперь уже и умереть не сильно страшно. если что, у нас есть сейф аут. Так, броник нам, надеюсь, немножко поможет быстро не вздохнуть. так. Это там вообще с пистолетом. Так, ладно, бежим, 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 бежим. Здесь кто-то есть, что ли. Где ты? Ага, мы за решеткой. Сожрать ампулу, что ли? Ладно, сожрем ампулу. Так, и поставим, наверное, пока катану. Попробуем кого-нибудь зарубить. Что у нас здесь? Мир кишмя кишит ненужными людьми. То, что я должен бороться о решении Бога, как рыцарь чести, как защитник печати, я приношу себя в жертву ради крови преступников. Кто это написал? Какой-нибудь ненормальный? Теперь мне хочется у него спросить. Так ты считаешь себя одним из нужных? Но мне кажется, я уже где-то слышала об этом в защитнике печати. Да. Скорее всего, это дневничок нашего Леонарда Вульфа. Да, на самом деле идеи Клауди и Вульфа разошлись. Вульф считал, что рай, который они создают должны попадать только избранные. А Клауди считала, что рай должен существовать для всех. Ну что, придется к этой медсестре топать. Не использовали ключи. Где ты там? Я буду блокировать твои удары. Ну вот как можно блокировать твои такие быстрые выпады? Это наверное еще сложнее, чем в Dark Source. Блокируйся. Да, мы с трубой Что у тебя? Когда же закончится уже этот весь ад, а? Так, реструн закрыт. Ни черта не вижу. Вижу какие-то ошметки тела. Вставай, хизер. Собаки вы. А, черт возьми, да сколько жла суток. Фух. Да, хард тут, конечно, хард. Хэппи безды написаны на стене. Ё-моё, у вас здесь еще и две. Давай, попокажим. Что-то они какие-то дохленькие. Возможно, притворяются. Похоже, что нет. кто-то обиделся. Ну, извини, мне это необходимо. Палата. Хм, кстати, заметьте. тут что-то лежит. Слишком худое для человека. Не думаю, что дойду до того, чтобы снимать простыни и проверять. да здесь, похоже, лежит ребенок. Худое. Тут что-то на полу. Поздравительная открытка. Счастливого 38-го дня рождения. 14 плюс 7 плюс 17 будет 38. Ну, в принципе, логично. 14 это леса, 7 это шерил, 17 это хизер. Но это не мой день рождения. Старая это уже хизер, однако. Да хватит уже орать. Что это за хрень нарисована на двери? Какая-то свинья с квадратной головой. Так. Теперь осталось прорваться через весь этот зверинец. Я уже плохо помню, какую комнату мне вообще нужно. Да отойди ты, блин. Да, наверное, в самом последнем. Не двери, а одна сплошная пульсирующая плоть. Возможно, это ассоциация с ожогами, наверное. Так, сейвик. Палата С4. Так, что у нас тут в этой палате? Похоже на импровизированный алтарь. на этом лесочке как будто бы нарисовано тело человека с размазанной головой. А это что у нас? Заголовок «Затерянные воспоминания». Та самая книга Лос-Мэверис. Одна из особенностей, отмечена только в некоторых документах, и исчезающая в наши дни, это ритуал жертвоприношения. «Произнося молитвы, проткни тело человека медным копьем, а роси алтарь кровью, льющийся из прензенного сердца, дабы восхвалить Бога и продемонстрировать свою преданность ему». В другом виде жертвоприношения, описанном в той же книге, жертву сжигает живьем. То есть есть два типа жертвоприношения, это кровопускание и сжигание. Это была более благородная церемония, в которой не могли принимать участие заключенные и грешники, только человек из духовенства мог быть принесен в жертву. Да, как мы помним, по второй части Саланхила именно в тюрьме Талука практиковались как раз с казни с кровопусканием, если вы помните те самые картины с палачами. Ни в одной практикуемой поблизости религии нельзя найти аналогичного ритуала сжигания на колу. Возможно, он имеет связь с главным божеством, являющимся богом солнца. Хотя эта религия и восхваляет искупление грехов, она напоминает о темной истории культа. Ну что ж, давайте проведем ритуал. Здесь носилки. Необычные носилки это скорее какое-то подобие алтаря. зажженные свечи, нож и этот запах крови. Эти свечи не сами зажглись, так? Тем временем нам опять херово. Ну ладно, давайте используем аптечку. Пластиковый пакет с кровью. Я набрала кровь из ведра в процедурном кабинете в пакетик. Мне не особенно-то хочется носить это с собой. и пакетик. И лево. И лево. И И лево. Да, и вдруг откуда ни возьмись, появляется опять овальная дыра из плоти. Офигеть, сколько крови из какого-то маленького пакетика, хизер. Ты что там еще, свою кровь пускала параллельно? У нас так здоровья ни хрена нет. Ухизер явно стальные яйца. Хэдер? Да? Леонард, где ты? Леонард, где ты? Благодарю. Теперь я наконец-то могу уйти здесь. Теперь Клодия с дикулосным мечом уже закончится. Ну, я думаю, что это время для того, чтобы избавиться от нее. Для спасения всей людьми. Менкарнт. Ха. Почему мы должны обеспечить даже неудачники? Что ты говоришь? Продолжение следует... 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 а вот и желательно не мазать бы патронов у нас и так ни хрена нет давай спины столица, да клеё моё все очень плачевно, ребят ты куда поплыл? стоять как же тут с тем медленными, надо бы этот еще бронежилет снять немножко пошустрее стали давай вылазим да как мимо то? блин он так дышит так не понял да, нудный босс, нудный ребят придется с ним возиться очень долго тем более еще и на хард херовато тебе там немножко стало дави его хотя нет, давить его нельзя где-то такая мясорубка, блин так, а то он спрятался а вот он идем поближе ну туда-сюда-обратно, тебе ему приятно давай вылазим так, похоже пора перезарядиться а, перезаряжаться тоже нечего что будем делать? ну что ж, придется переходить на пистолет с пистолетом будет еще дольше ну давай вылази блин, Леонард, какой же ты нудный, а? ни хрена не можешь делать и только задерживаешь меня ну вот, договорился кажется, он обиделся на меня падаем так, а мне тем временем уже очень хреново так, раз подробную, что у нас так, раз подробную, что у нас давай, радость моя, вылази давай, радость моя, вылази ты вообще чувствуешь что-нибудь, нет? Леонард, я вообще-то в тебя стреляю что мне теперь еще и катану доставать? у меня такое ощущение, что попадает только первый патрон все остальное летит куда-то в молоко может быть, вообще оно так и есть у тебя нет, будет там что-то брызжи-то сделать ну, наконец-то а а Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Печать Метатрона это, Хизер. Должна бы, наверное, знать. Талисман. Он покрыт странными письменами. Я получила его, когда победила Леонардо. Да уж, получила ты. Часослучайно о него запнулось. Пора возвращаться в гостиницу. Да, будем надеяться, что с Дугласом действительно все в порядке. Так, давай теперь тем, как бежать, сходим, сохранимся. Может здесь что-нибудь появилось? Размечтался. Ладно, идем на выход тогда. Поехали. 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 Я не знаю, как я знаю! Я знаю о желаниях этого мира. И я хочу найти мою счастье, пока я еще здесь. Вы не любили твоего отца, не ли? Я видел, как он ударил тебя. Он ударил тебя. Он улетел тебя. Мемория о его кровати Он улетел в мою голову. Да, да! И это почему мы нужны Бог! Что ты называешь «фаит»? Ничего больше, чем ребенка. Он улетел в любовь. Это почему ты все остались. Вы не понимаете... Ни у вас не понимаете. Белый мир на окне. Он улетел в яйцо. мир на окне. Он улетел в мою голову и он будет верен.